вот так мы начинаем передачки денис приветствую тебя друзья и вас категорически приветствую у нас с денисом 3 передачка на тему если жизнь на марсе или почему молдове стала возможным вот эта операция по краже миллиарда меня звонит телефон я прервусь извините буквально на десятую долю секунды 214 кабинет 2 извините друзья мы продолжаем и так мы сегодня обсудим с денисом каким это странным образом могло произойти что послужило причиной того что из банковской системы молдовы был украден 1 и долларов 1 миллиард доллара денис расскажи нашим слушателям зрителям какие причины видишь ты как основные ну а я попью чай причины мы начали обсуждать их в прошлый раз причины это сама по себе ситуация которую создавали определенный период времени определенная группа лиц законодательную базу изменения законодательной базы для того чтобы эта кража была возможной причем законодательную базу представляли таким образом что это на самом деле на благо банковской системы для облегчения ее работы в реальности происходило по-другому я себе представляю что я ничего не понимаю банковской сфере и сижу и смотрю и по интернету вот это нашу передачу из твоих слов я могу сделать только один вывод что они что-то намутили там чтобы что-то произошло что-то намутили в законодательной базе законах так ну естественно а вот и понимаешь надо говорить так чтобы и тетя маня с фермы молочного животноводства тоже тебя поняла да ну смотрите в 2007 году в каждый банк обязан был иметь определенную определенный штат сотрудников которые брали на себя ответственность наличие залогов и о содержании этих залогов об их стоимости к примеру и так далее это называется кредитный отдел и подразделение которые обслуживают кредитный отдел залоговый отдел да так вот для того чтобы банки не тратили много денег в 2007 году некто игорь николаевич дадон предложил законный проект в парламент в рамках которого банки имели право основываться на оценках недвижимости честных компаний частных как в результате банк свой штат не уменьшил все равно эти залоговые отделы существовали все равно они остались в банках но парламент проголосовал за этот закон владимир николаевич воронин на тот момент его промульгировал в результате мы получили то что в банк начали закладывать недвижимость которая не стоит тех денег которые указываются непосредственно в оценках недвижимости вот это простой пример если если можно я переведу твои слова на более понятный язык и так банки стали принимать к рассмотрению оценочную стоимость залогового имущества под который брались кредиты иск не только от своих сотрудников но и от каких-то непонятных частных компаний эти частные компании могли скажем сказать что вот колдари хочет взять кредит в тысячу евро но у него есть стаканчик бумажный разовый стаканчик и он и у по балансовой стоимости стоит два бануса но никак не тысячу да но колдари начинает рассказывать что производит его переоценку и горишь вот этот рисунок является но совершенно уникальным рисунком потому что его нарисовал там какой-то пупкин вася пупкин и что этот стаканчик стоит полторы тысячи долларов и частная оценочная компания аудит они как бы подтверждают это и банк не проверяет реальную стоимость этого стаканчика а соглашается с тем что теми документами которые я предоставил и выдают мне тысячу евро кредит другими словами этот старались не про я эти тысячи евро не возвращаю а банку остается на долгую память вот этот чудесный разовый бумажный стаканчик вот такие вот дела по концу игоря прерву тебя по концу банку не остался даже этот стаканчик красавцы красавцы вот хорошими словами с банков никто не снимал ответственности изучайте экономическую и значит и так далее ты считаешь что одной из важных причин того что был запущен процесс беспардонной кражи миллиарда из национальной банковской системы это то что было были изменены законодательстве возможности оценки и корректной правильной оценки залогового имущества это это был всего лишь первый шаг который в своей по своей сути он сильно не менял ситуацию это позволяло бизнесменам которые у которых не хватало залогов например на тот момент подконтрольные власти бизнесмены которые непосредственно могли поддерживать и как-то партию которая имела большинство в парламенте получать более лояльно кредиты ну не воровать их потому что кредиты на тот момент все равно отдавались до 2009 года кредиты выплачивались назад мне кажется что то о чем ты говоришь это где-то во второй линии по важности есть более важные события которые привели вот к состоянию вот такой вот ну давай начнем с геополитики вот есть соединенные штаты есть россия да вот западные партнеры не восточной давай так давай четко обозначим и соединенные штаты которые успешно контролируют и имеет всю информацию из межбанковской системы свифт и могут проверять все платежи которые двигаются по миру в рамках этой межбанковской системы есть другая страна россия которая на тот момент пользовалась свифтом для перевода денег в европейские оффшорные и а или американские или какие-нибудь восточные на так игре не есть еще валюта евро подожди подожди я к чему я не о валюте я говорю о межбанковской системе свифт значит я думаю что американские спецслужбы они внимательно наблюдали что из россии в оффшоры уходят деньги и тем самым россия ослабляется без того чтобы соединенные штаты на это тратили каких-то усилий денег она ослабляется за счет повышенного коэффициента жадности предательства и жлобства тех россиян которые добрались до финансовых потоков и начали перенаправлять их свои карманы в свои оффшорные карманы а значит горе я прерву тебя буквально на несколько слов ты сейчас имеешь ввиду игорь схему вывода денег из российской федерации я сейчас я ландромат я сейчас говорю не о ландромате я говорю сейчас не схеме я говорю о том что эта ситуация она имел могла иметь место быть потому что соединенным штатам было невыгодно не интересно проинформировать россию о том что из россии в офшоры выводятся безумно безумно большие суммы денег потому что мотивации соединенных штатов пусть россию ослабляют предатели россии не только это это вот не только подожди это мы сейчас отошли от геополитики а теперь давай вернемся к экономике и к а как ты смотришь и гаванальному воровство помимо того что банально чиновники российские воровали деньги и выварили в офшоры а как-то чиновники частной компании и деньги проходили через молдову до до молдовы подожди вот вот мы вот тут очень важно и так мы определились в том что те кто могли проследить вывод денег из россии через какую-то дружественную россии страну в офшоры они не сообщили россиянам об этом потому что у них были свои геополитические интересы ослабить россии руками предателей россиян все отодвинули в сторону геополитика а теперь давай давай поставим себя на место российских воришек ты меня не слышишь слышу не только это я понимаю что не только это а как ты смотришь на то что на сегодняшний день госдеп сша зная кто выводил эти деньги будут влиять на выборы в российской федерации которые будут через два года как я понимаю да слушай ты знаешь если честно во всей этой истории меня не россия не соединенные штаты не интересуют меня интересует прокладочка молдова нас интересует подожди подожди вот давай мы вернемся использовали для достижения этой почему был почему стало возможным воровство миля и так абстрагируемся от того что наши западные партнеры западные партнеры россии не проинформировали россию но началось все вот с банального сговора сговор был такой деньги из россии из россии когда выводятся перечисляются в офшоры то естественно налоговая служба она пытается спросить а с какого перепуга вы уводите деньги в офшор а если деньги переводятся по банковской системе через банковскую систему в дружественную россии страну то это не вызывает особого особых вопросов я пойду тебя и да вот а потом ответь человек да нет я вот повешу трубку на этот раз значит деньги выводятся из бои из банковской системы россии через дружественно из российской федерации деньги даже в дружественные страны не выходят без того чтобы налоговая тебя спросила но когда есть судебное решение молдавского суда судебное решение это второе вторая часть марлезонского балета деньги выводились по определенным контрактам между молдавской и российской сторонами в молдову и дальше из молдовы уходили в офшоры мы сейчас говорим о логистике теперь для того чтобы здесь в молдове это не вызывало вопросов ну представься через банки начинают ходить туда-сюда в офшоры миллиарды долларов нужно было создать этот коридор законодательно его создать и вот здесь начинается самый с самой интересной истории министром финансов на то время во первых виноват я думаю воронин в эту краже миллиарда потому что у него политика связанная с кадрами была кадровая политика была достаточно примитивненькая потому что как он допустил на должность министра финансов гречанную как он допустил что в 2006 году хитрые ребятишки из его окружения сговорившись с воришками из россии создали этот коридор изменив законодательство изменив если я не ошибаюсь 15 15 окажется статья налогового кодекса республики молдова когда путем одной фразы что цифра 15 в пункте к тебе там кажется лице какой-то цифра 15 заменяется на цифру 0 все вот все изменение в законе это привело к тому что так называемая нулевая ставка налога на прибыль она изменила полностью квартальную и годовую отчетность банков и не были видны обороты рулаж не был виден объем денег проходящих через эти через банки так как на тот момент банки платили только один налог налог на прибыль и вот началась вся эта вахханаль и так хитрые ребятишки рассказали воронину и воронин по глупости своей поверил что но друзья знаете вот так получается что если у нас будет нулевая ставка налога на прибыль сюда хлынут инвестиции на тот момент все балканы были достаточно привлекательные из других соображений и был уже стабильный тренд роста и и иностранных инвестиций кстати нулевая ставка налога на прибыль они только этим даже не мотивировали они пытались этим обмануть воронина им удалось значит они вводят систему которая полностью делает непрозрачным количество денег проходящих через банки и запускается механизм по которому из россии в молдовы и из молдовы дальше в офшоры ушло по разным оценкам от 22 до 24 миллиардов долларов стоимость этой схемы тех варишек которые уговорили воронина внести эти изменения в законодательство нулевую ставку налога на прибыль стоимость мошенни в международных мошеннических кругах организации такой схемы 0 2 процента от транзакций сумм транзакций посчитаете что в молдове осталось 0 2 процента 20 миллиардов долларов в молдове осталось 7 процентов нет подожди а это только организация а дальше уже сама логистика сам ход там процент может быть до одного ну в зависимости от сумма так что и вот началась вот это вакханалия люди увидели что ничего не делая обманув 101 депутатов и 1 воронина президента можно просто сидеть и собирать деньги ящиками чемоданами грузовиками в это же время до собственно инициатором этой законодательной инициативы был дадон которого собственно для этого и назначили министром так как он был самым он был достаточно амбициозным но с низкой социальной ответственностью своей морали в результате чего да и жадным до власти да вот таким вот не хоро в нехорошем смысле кореи банально жадным до денег и до денег тоже и вот так получилось что мы получили из-за дадона и гречаны мы получили начало этого процесса который безнаказанно прошел а безнаказанность подобных операций она приводит к тому что другим людям начинает казаться можно еще и больше а можно и так и так все все безнаказанно все можно вот просто полный полная вот тарелка шоколада и бери сколько хочешь ну нет при воронине безнаказанности не было людей наказывали при воронине не позволяли они воровать они выполняли свои обязательства денис дело варовать и друзья вторая причина вот такой вот вселенской безнаказанности и воровства она также была запущена при воронине это было так называемое дело связанное с воровством ндс а от импорта мяса и рыбы замороженных продуктов значит там схема была простая в одно движение мясо из каких-то резервов каких-то стран 25-летний или там индийски модифицированная заходила в страну с имбойсом в 1 доллар за килограмм на него платилась на таможне 20 центов ндс а дальше это мясо по 5 долларов и перепродавалась какой-то фирме однодневки прокладочки эта фирма продавала уже по 5 плюс 1 доллар ндс а уже всем остальным и того получается что на каждом килограмме мяса плохотнюк и около воронинские шавочки воровали еще примерно 80 центов примерно 1 доллар ну 0 8-1 доллар ндс значит суммы там доходили конечно до беспредела были месяцы особо яркого сильного импорта когда на таким образом налог на добавленную стоимость из казны воровался примерно в объеме от 12 до 15 миллионов долларов в месяц друзья и когда другие сидят и видят что тут один беспредел идет поток денежный через молдову в офшор который открыли законодательно всякие там додоны и прочие нехорошие люди с другой стороны идет вот это вот обворовывание через фирмы однодневки ндс у из фактически ндс это основная доходная часть бюджета у нас были годы когда доходная часть бюджета примерно на 60 процентов состоит состояла из ндс который в основном собирался на импорте товаров при разнице ндс при продаже но если ты создавал фирмы однодневки которые просто обанкротились и не выплачивали этот ндс естественно государство недопотребляло его там было много там были и люди которых бомжика под на которые эти фирмы были фирмы которые достаточно долго работали которых по определенному указанию никто не имел права трогать и проверять ну в общем вот такой вот и вот две основные причины две два основных механизма это вывод российских денег через молдовы в офшоры по измененному закону который с инициативой который вышел додон в 2007 году и начал он работать с 1 января 2008 года закона нулевой ставки налога на прибыль и второе то что вот плохотнюк и его окружение кстати додон был председателем комиссии по выдаче лицензии фирмам имеющим право импортировать мясо и замороженную рыбу импортировали только одна компания нет нет там ни одна компания там было несколько компаний но все они были под плохотняком и там и вот воронину не хватило знания об экономике знания банковской системе чтобы распознать что гречана и додон являются инструментами в грязных руках тех людей которые крутились вокруг воронина и обманывали воронина а все остальные люди то грамотные люди то понимают как как работают финансовые потоки они видели этой игры слушай так мы же тоже можем чушь только эти и дальше процесс пошел больше и больше и больше появляются такие чудесные людишки как шора плохотнюк начинает набирать огромное количество денег и люди которые управляли плохотнюком я правильно сказал абсолютно верно еще какие-то структурки появились мне кажется игоря нам в нашем повествовании есть необходимость ввести понятия плохотнюк новые фигуры понятия новые фигуры и так друзья мы с денисом думаем что плохотнюк всего чуть чуть выше средними умственными способностями и аналитическими способностями правда железной хваткой с хваткой бульдога не он генерировал и запускал эти схемы которые ну в два три шага да такие вот более сложные но многоходовые комбинации плохотнюк тяжело продумывал их продумывали другие был такой у плохотнюка сергей иралов но он не герой сегодня нашего повествования ты рассказывал игорь очень много говорил о воронине здесь есть необходимость понятий что воронин то тоже не мальчик на побегушках был все-таки человек как ни крути с политической точки зрения я его считаю фактически единственным политиками не я тебя перебью я оправдаю воронина дело в том что я по своей наивности думал что воронин то понимает но в силу каких-то обстоятельств он не может препятствовать этому процессу но несколько лет назад на двадцатилетие пленум был пленум партии коммунистов молдовы дворцы республики года три назад чтобы не соврать где-то так ты не я тогда сидел я не мог и меня как гостя пригласили на этот пленум и вот в какой-то момент времени когда воронин читал свой праздничный доклад я чуть не упал со стула когда воронин во всеуслышание на весь этот зал горит что наши достижения партии коммунистов республики молдова являлась даже такое действие как законодательное ведение нулевой ставки налога на прибыль я понял что воронин до сих пор не понимает что те в его окружении кто ему все это все эти котлеты пихал все эти макароны на уши навешал он так и не понял что это была разводка его развели он не понял это давай мы введем поэтому я думаю что из-за того что экономическая грамотность воронина все-таки не самая высокая поэтому всяким мошенникам от кому партии коммунистов которые затесались в ближайшее окружение воронина ему удалось обмануть воронина и запустить эту схему не обмануть убедить ну убедить но они там они рассказывали то правильно ведь что это надо это для страны это тулема малу это вот туда-сюда надо скорее всего ввести игр все-таки этого нового игрока о котором люди мало знают о нем мало слышалось но этот человек влиял как на политику нашей стране так и на все что происходило здесь ты же сказал только что что иралова трогать не будешь а это не иралов это папа и иралова в том числе зовут этого человека у иралова друзья был внутренний начальник в партии сутенера плохотнюка значит если выстраивать иерархию то реально делали вид что плохотнюк пахан а на самом деле паханом был юрий лункашу вот такие вот пирожки этот факт что когда лункашу застрелился на его похороны поехал воронин это говорит наверное о том что воронин не до конца понимал роль этого человечка в разрушение молдовы и государственности молдовы и экономики молдовы и создание вот этого прецедента безумного воровства сколько у нас времени есть игорь еще в этой передаче ну давай 20 минут еще есть необходимость наверное рассказать кто есть на самом деле юрий лункашу для того чтобы люди понимали откуда растут ноги а нас завтра не постреляют меня нет друзья лункашу это человек который в свое время работал на спецслужбы он был их нелегалом тут до лункашу был нелегалом каких-то спецслужб тут это очень дерзкое заявление которое сделал денис и я его повторил и хотелось бы от дениса услышать какие у вас милый друг есть доказательства столь серьезно доказательства материальных нет но есть реальная ситуация и объясню начнем с простого начнем с того что такие люди как сергей иралов вот о котором вы игорь говорить у него было уголовное дело в девяностых годах за убийство только благодаря таким людям как юрий лункашу но и иралов очень умный человек фактически все схемы которые приводил в жизнь плохотнюк это были мысли иралова откуда ты все знаешь день но из достоверных источников но у него есть достоверные источники а у нас их нема тебе микрофон поломался нет 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 у меня все хорошо я просто переставил его у иралова было уголовное дело за убийство по факту убийства чтобы ты понимал игорь это чрезвычайно тяжкое преступление он там проходил в качестве жертвы свидетели заказчика убийство конкурентов он начал завозить шоколадки сникерс точно так же какие его конкуренты которых по за его заказу завалили но иралов в молдове после того как вернулся имел статус банального гастарбайтера у него была зарплата в 50 тысяч долларов который озвучил сам вячеслав платон слушай верить платону она как бы себя тоже не сильно уважать потому что платон он того же поля ягода ну денис платон латон сгар фактически единственным честным человеком этой команде платон был фактически единственным бизнесменом который крутился в этой криминальной среде которого не удалось прогнуть он не святой он тоже крутил незаконные дела но и платона никто не прогнула подожди ты говоришь открутил незаконные дела не прогнул это как ты знаешь выглядит что вот такое вот огульное обвинение платон проходит по отчетам крола фирмы платона участвовали в движениях финансов которые выводились из бема как минимум из бема там были какие-то странные странные сделки но насколько я понимаю платон перед тем как совершать то или иное действие он находил способы чтобы наш парламент изменил закон так чтобы это было ну на грани легальности нет он лоббировал для себя закон это называется калиточки в законодательстве который но мы не о платоне сейчас мы говорим о тех кто реально руководил вот этими двумя большими процессами процессом транзита денег из россии в офшоры через молдову и процессом обворовывания молдавского государства на налог на добавленную стоимость моему рассказу да а сергей ералове которого вернул в молдову юрий лункашу очистил очистил как закрыл дела уголовно что он был настолько всемогущ что он мог при воронине сказать так этому откройте дело этому закройте дело я так сказал да он по моему он был именно таким и что ты считаешь что даже воронин мог потерпеть вот такое вот а воронин ничего не мог сделать потому что воронин сам создал компартию на деньги юрия лункаш опаньки ты понял что ты сейчас сказал да я понял что я сейчас сказал ты понимаешь что это в общем-то серьезное обвинение да покажи но мы же пришли разговаривать и не доказывает я уверяю тебя игорь что под конец нашего длительного спича не сегодня а в принципе люди убедятся серии передач да люди убедятся в том факте что непосредственно лункашу финансировал воронин и ты хочешь сказать что лункашу и мог быть тем человеком который убедил воронина что это хороший закон для молдовы изменить сейчас я даже найду формулировку она же не убедил а что просто сказал ну как просто сказал воронина просто сказал и как-то ты слишком до вару недооценивая воронину и просто сказал да да ими что-то что-то мне как-то с трудом я тебя в ступор игорь загнал да я обычно игорь и колдари в ступор загнать нельзя тут а вот смотрите закон 111 от 27 04 2007 года парламент принимает настоящий органический закон и начинается налоговый кодекс 1163 от 97 года так с последующими изменениями следующие изменения дополнения и начинается в части 3 статьи 14 слова и цифры в частях 13 заменить словами и цифрами бла-бла-бла в пункте б статьи 15 цифры 15 заменить цифрой 0 все какой из этих 101 депутатов отдавал себе отчет что фраза в пункте б статьи 15 налогового кодекса цифры 15 заменить цифрой 0 приведет а с какими голосами за проголосовали ой слушай я не знаю но тогда голосовалась у на ним потому что тогда у воронина было чуть ли не почти конституционное большинство ему вообще это 2007 год это был 2007 не было конституционного бы не было у него у него был 60 у него было 60 чем-то мандатов не 60 даже 50 чем-то плюс мандаты партида пополар криштина европиана но для того денис для того чтобы ординарный и органический закон имел силу принялся но силу закона нужно было 51 голосов депутатов и после этого закон должен был быть ратифицирован подписью президента президентом был воронин и это промолгирована промолгирована и вот собственно и все и вот так вот развели воронина я долго думал я гадал кто бы мог тем быть тем человеком который уговорил воронина на вот такое вот изменение которое будет иметь такие страшные для нашей страны и нашего народа последствия и мне кажется что в логике дениса есть много рационального то есть логика разумно потому что лункашу мог быть тем человеком еще есть пару кандидатур которые могли бы зайти воронину искать вот владимир николаевич надо сделать так это вот приведет к такому-то росту к такой-то красоте мы там станем ну очень скоро должно появиться расследование райс так именно райс project это румынский проект райса наш молдавский райс это филиал румынского райса в рамках которого они они уже сделали публичное объявление что они снимают как бы изучают все все действия лункашу и они в лункашу непосредственно обвиняют в трафике кокаина но причем здесь как влияние на влияние на вот я сегодня прочитал новость власти бельгии арестовали 27 тонн кокаина сегодня не сегодня а 3 апреля фуру полную фуру на в прошлом перегрузе власти бельгии власти голландии арестовали 22 тонны кокаина ты где-то видел чтобы 22 тонны кокаина сжигали 27 тонн как я не кокаин живьем ни разу не видел даже пол грамму я тоже не видел 22 тонны не мальчик он кокаин оценивается в 1 миллиард 400 миллионов евро ну и но определенные власти получают нелегальные деньги которые контролируют правительства европейских стран друзья афгани в афганистане в 2000 раз после как советские войска вышли из афганистана в 2000 раз выросло количество производимого и нелегально экспортируемого тяжелых наркотиков героина героин и надо героин и да а кокаин это колумбия да ну и я просто знаю вот изучал немножко кашу кстати в свое время был агентом в колумбии русских спецслужб ты сейчас понял что ты сказал ты сказал что лун кашу который да именно он был ну агентом российских спецслужб в колумбии и так и когда он оттуда вы уезжал он один раз под другим именем уже умер итак друзья мы подходим к тому совершенно случайно мы не сговаривали с денисом мы в доме не обсуждаем на начале кто будет в передаче тому с чего начали что соединенные штаты могли бы проинформировать россию на каком-то этапе вот вывода денег так как они могли сообщить вот контролирует свифт что вот ваша страна в общем-то обкрадывается и ваша мощь экономическая падает но они это не сделали потому что у них свои интересы свои долгоиграющие интересы свои геополитические интересы и так далее и вот мы сейчас приходим к тому что в конце нашего разговора мы говорим о том что люди которые по словам дениса предположительно были нелегальными разведчиками в колумбии от российского государства оказались советского государства оказались в молдове и опять-таки предположительно потому что мы не можем доказать что именно лункашу убедил воронина в нулевой ставке налога на прибыль и в необходимости воровать ндс через на импорте рыбы и мясо но предположительно получается так что человек который вот там вот к тем колумбийским колумбия да да колумбийским наркотиком имел какое-то дело работая на российские спецслужбы я не знаю на советские спецслужбы на советские спецслужбы начал работать активно против экономической мощи россии но и россия проморгала еще одного своего бывшего агента вот такие вот дела а мы оказались посерединке и пострадали больше всех потому что у нас украли миллиард друзья завершаем это все безобразие потому что и так наговорили сегодня на вагон и маленькую тележку арестантов